Итак, товарищи слушатели, мы сегодня с вами запланировали рассмотреть три статьи, написанные Владимиром Ильичем Лениным для рабочей газеты. Такое их общее название. Три статьи, каждая из них, конечно, отдельная статья, но они были написаны в связи с тем, что когда в 1899 году Владимир Ильич Ленин находился в ссылке в Сибири после разгрома партийных организаций в центре, вы знаете, что после первого съезда практически весь ЦК, после первого съезда РСДРП имеется в виду, практически весь ЦК был арестован, но тем не менее появилась возможность воссоздать партийные организации после этих событий, и те, кто оставался на свободе, они отправили письмо Владимиру Ильичу Ленину с предложением, что они хотят возобновить издание рабочей газеты, издание, которое было принято на первом съезде, но выполнить пока не удалось. И в связи с этим они предложили Владимиру Ильичу войти в состав редакции и тоже написать статью или несколько статей для этой газеты, для ее первого номера. И в связи с этим, вот как раз тут же в ответ на их предложение, Владимир Ильич и написал три статьи. Они называются так. Первая, в том порядке, как они идут в полном собрании сочинений, названа так. Первая статья, названная Владимир Ильичем, была «Наша программа». Вторая статья была названа «Наша ближайшая задача». И третья статья – «Насущный вопрос». В чем полезность для нас, для нас этой статьи, этих статей, вернее, всех трех? Она состоит в том, что было время, когда практически нужно было воссоздать и укреплять партийные организации РСДРП. Примерно на таком же уровне и сейчас коммунистическое движение находится, что его нужно создавать, укреплять, что существует такая необходимость. И вот уже в первой статье «Наша программа» Владимир Ильич начинает ее с таких слов. «Международная социал-демократия переживает в настоящее время шатание мысли. До сих пор учения Маркса и Энгельса считались прочным основанием революционной теории. Теперь раздаются отовсюду голоса о недостаточности этих учений и устарелости их». Очень похоже, сейчас у нас такая же ситуация. Тоже разброд и шатание наблюдается в некоторых левых и коммунистических движениях. И недостатка в голосах, что учение Маркса устарело, тоже сейчас не наблюдается. Достаточно много таких заявителей проявляется. Поэтому для нас, конечно, сейчас, я думаю, не бесполезно рассмотрение тех мыслей, которые излагает вот после такой ступидной фразы Владимир Ильич. И он говорит далее. «Мы же всецело стоим на почве теории Маркса. Она впервые превратила социализм из утопии в науку. Установила твердые основания этой науки и наметила путь, по которому должно идти, развивая дальше эту науку и разрабатывая ее во всех частностях». То есть он говорит, что мы, социал-демократы, ну и нынешние коммунисты, четко должны стоять на научном понимании марксизма. Потому что Маркс разработал, то есть превратил, как он сказал, социализм из утопии в науку. И далее он говорит, она раскрыла сущность современного капиталистического хозяйства, объяснив, каким образом наем рабочего, кубля рабочей силы, прикрывает порабощение миллионов неимущего народа кучки капиталистов, владельцев земли, фабрик, рудников и прочего. Она показала, как все развитие современного капитализма клонится к вытеснению мелкого производства, крупным, создает условия, делающие возможным и необходимым социалистическое устройство общества. Она научила видеть под покровом укоренившихся обычаев политических интриг, мудреных законов, хитросплетенных учений классовую борьбу. Борьбу между всяческими видами имущих классов с массой неимущих, с пролетариатом, который стоит во главе всех неимущих. То есть, надо понимать эту мысль, что во главе научной теории марксизма стоит классовая борьба и возглавляет при капитализме эту классовую борьбу, конечно же, пролетариат. Организованный, конечно, пролетариат. Далее, про эту теорию он продолжает говорить, что она, то есть эта теория, выяснила настоящую задачу революционной социалистической партии. Не сочинение планов переустройства общества, не проповедь капиталистам и их прихвостням об улучшении положения рабочих, не устройство заговоров, а, он это выделяет, подчеркивает в своей статье, а организацию классовой борьбы пролетариата и руководство этой борьбой. Вот конечная цель которой завоевание политической власти пролетариатом и организация социалистического общества. То есть, не болтовня, не уговаривание, не стремление к каким-то реформам, как говорит Владимир Ильич, а именно, что организация классовой борьбы пролетариата и руководство со стороны социал-демократической тогда, а ныне, видимо, коммунистической партии, которая обладает научной теорией, научной программой. Вот, и, конечно, в итоге, конечно же, стоит задача завоевания политической власти пролетариатом. Далее, возвращаясь к тому, что, конечно, такую задачу решить очень непросто, завоевание пролетариатом политической власти и организация социалистического общества, как сказал Владимир Ильич, конечно же, для того, чтобы решить эту задачу, нужна крепкая социалистическая партия. И он говорит дальше в этой статье, что крепкой социалистической партии не может быть, если нет революционной теории, которая объединяет всех социалистов, из которой они почерпают все свои убеждения, которые они применяют к своим приемам борьбы и способам деятельности. Защищать такую теорию, которую по своему крайнему разумению считаешь истиной, от неосновательных нападений и от попыток ухудшить ее, вовсе еще не значит быть врагом всякой критики. То есть, если защищаешь теорию, то это еще не значит, что мы отказываемся от какой бы то ни было критики, от всякой критики. Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса, как на нечто законченное и неприкосновенное. Мы убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни. Мы думаем, что для русских социалистов особенно необходима самостоятельная разработка теории Маркса, ибо эта теория дает лишь общее руководящее положение, а вся деятельность, я уже теперь добавляю, Владимир Владимирович, должна не только руководствовать теорией, но и учитывать практические задачи и решать их. И продолжая раскрывать суть этой теории, этой программы, он говорит, что суть этой программы состоит все-таки в организации классовой борьбы пролетариата и в руководстве этой борьбой, конечная цель которой завоевание политической власти пролетариатом и устройство социалистического общества. Классовая борьба пролетариата разделяется на экономическую борьбу, борьбу против отдельных капиталистов или против отдельных групп капиталистов за улучшение положения рабочих, и на политическую борьбу, борьбу против правительства за расширение прав народа, то есть за демократию и расширение политической власти пролетариата. То есть вся классовая борьба состоит из двух основных. Экономическая и политическая борьба. И здесь это Ленин раскрывает, в чем они заключаются. Далее. Все социал-демократы согласны в том, что необходимо организовать экономическую борьбу рабочего класса. Что необходимо вести агитацию среди рабочих на этой почве. То есть помогать рабочим в их ежедневной борьбе с хозяевами. Обращать их внимание на все виды и случаи притеснений. И разъяснять им таким образом необходимости объединения. Но из-за экономической борьбы забывать политическую значило бы отступать от основного положения всемирной социал-демократии. Значило бы забывать то, чему учит вся история рабочего движения. Завзятые сторонники буржуазии и служащего ей правительства не раз пытались даже организовать чисто экономические союзы рабочих. И отвлечь их таким образом от политики, от социализма. Ну и в истории, помните, Зубатовщина, подтверждающая такие действия. И далее по этому поводу экономической и политической борьбы Владимир Ильич говорит, никакая экономическая борьба не может принести рабочим прочного улучшения. То есть вся экономическая борьба приводит к временному улучшению. Не может даже вестись в широких размерах, если рабочие не будут иметь право свободно устраивать собрания, союзы, иметь свои газеты, посылать своих представителей в народное собрание. А чтобы добиться этих прав, надо вести политическую борьбу. Вот так утверждает Владимир Ильич Ленин. Далее, разъясняя суть борьбы, он говорит, всякая стачка против капиталиста ведет к тому, что на рабочих напускают войско и полицию. Всякая экономическая борьба необходимо превращается в политическую. И социал-демократия должна неразрывно связать и ту, и другую в единую классовую борьбу пролетариата. Первой и главной целью такой борьбы должно быть завоевание политических прав, завоевание политической свободы. Вот так трактует Владимир Ильич суть классовой борьбы пролетариата. И далее, русский рабочий класс сумеет и один вести свою экономическую и политическую борьбу, даже если бы он не получал помощи ни от какого другого класса. Но в политической борьбе рабочие не стоят одиноко. Полное бесправие народа и дикий произвол башевузуков-чиновников возмущают и всех сколько-нибудь честных, образованных людей, которые не могут помириться с травлей всякого свободного слова и свободной мысли. Возмущают преследуемых поляков, финлянцев, евреев, русских сектантов, возмущают мелких купцов, промышленников, крестьян, которым не у кого искать защиты от притеснений чиновников и полиции. Все эти группы населения взятые отдельно, не способны к упорной политической борьбе. Но когда рабочий класс поднимет знамя такой борьбы, ему отовсюду протянут руку помощи. Русская социал-демократия встанет во главе всех борцов за права народа, всех борцов за демократию. И тогда она станет непобедимой. Вот на этом положении, что рабочий класс может конечно организоваться и один вести борьбу, но у него есть союзники, есть союзники из мелкой буржуазии, из других отрядов населения. И конечно же их нужно привлекать и использовать в этой борьбе. Вот на этом, практически на этой мысли Владимир Владимирович и заканчивает первую статью, которую назвал наша программа для новой рабочей газеты. Ну если вы не возражаете, вторая статья, переходим к ней, которая названа «Наша ближайшая задача». То есть он все три статьи написал и все их собирался отправить в газету, в редакцию. Но к сожалению так исторически получилось, что возобновить издание рабочей газеты все-таки не удалось. И тогда вот в конце 19 века их опубликовать не удалось, они были уже опубликованы только после революции. Но тем не менее, как видите, они даже не потеряли своего значения. Они сейчас на нас как бы являются хорошим уроком, хорошим пониманием марксизма как научной теории. Ну и перехожу ко второй статье «Наша ближайшая задача». Она начинается также с такой же мысли, что русское рабочее движение находится в настоящее время в переходном периоде. Ну и действительно у нас сейчас, конечно, рабочее движение, к сожалению, задавлено. Нет организованного рабочего движения, как бы организованного рабочего класса, осознающего свое положение в капиталистическом обществе. Конечно, это печально. Ну и время тогда и сейчас фактически такое же, как и было в 899 году. И далее, высказав вот такое положение, что в переходном периоде находится рабочее движение, он говорит, мы все согласны в том, что наша задача – организация классовой борьбы пролетариата. Но что такое классовая борьба, когда рабочие отдельной фабрики, отдельного ремесла вступают в борьбу со своим хозяином или со своими хозяевами? Есть ли это классовая борьба? Нет, это только слабые зачатки ее. Борьба рабочих становится классовой борьбой лишь тогда, когда все передовые представители рабочего класса всей страны сознают себя единым рабочим классом и начинают вести борьбу не против отдельных хозяев, а против всего класса капиталистов и против поддерживающего этот класс правительства. Вот, как понимал Владимир Ильич Ленин, классовую борьбу, видимо, у нас ситуация сейчас также складывается. И далее, только тогда, когда отдельный рабочий сознает себя членом всего рабочего класса, когда в своей ежедневной мелкой борьбе с отдельными хозяевами и с отдельными чиновниками он видит борьбу против всей буржуазии и против всего правительства, только тогда его борьба становится классовой борьбой. Всякая классовая борьба есть борьба политическая. Эти знаменитые слова Маркса неверно было бы понимать в том смысле, что всякая борьба рабочих с хозяевами всегда бывает политической борьбой. Их надо понимать так, что борьба рабочих с капиталистами необходимо становится политической борьбой по мере того, как она становится классовой борьбой. Задача социал-демократии состоит именно в том, чтобы посредством организации рабочих, пропаганды и агитации между ними, превратить их стихийную борьбу против угнетателей в борьбу всего класса, в борьбу определенной политической партии за определенные политические и социалистические идеалы. Вот в чем заключается классовая борьба и как понимает ее Владимир Ильич, она становится только тогда, когда рабочие организованы и социал-демократия посредством внесения сознания, посредством организации, пропаганды и агитации превращает их в стихийную борьбу в сознательную. В этом смысл классовой борьбы, она должна быть сознательной, говорит Владимир Ильич. И далее он продолжает, что социал-демократия не сводится к простому служению рабочему движению. То есть социал-демократия должна объединяться с рабочими движениями и даже возглавлять его. Но тут есть, конечно, по мнению Владимира Ильича, особенность. И еще раз повторяю, что Владимир Ильич говорит, что социал-демократия не сводится к простому служению рабочему движению. Она есть соединение социализма с рабочим движением. Ее задача внести в стихийное рабочее движение определенные социалистические идеалы. Связать его с социалистическими убеждениями, которые должны стоять на уровне современной науки. Связать его с систематической политической борьбой за демократию, как средство осуществления социализма. Одним словом, слить это стихийное движение в одно неразрывное целое с деятельностью революционной партии. То есть задача социал-демократии, ну и сейчас коммунистов состоит в том, чтобы слить науку, слить передовых представителей рабочего класса коммунистов со стихийным рабочим движением. Потому что без научного понимания и научных действий, конечно, решить задачу перехода к социализму практически будет невозможно. Итак, дальше. Вот таким образом, как бы показав, в чем стоит роль социал-демократии, Владимир Ильич говорит, что русская социал-демократия имеет полное право считать, что теоретическое решение этих вопросов она дала. Дело идет теперь о практическом решении этих вопросов. Такое решение не может быть дано отдельным лицом или отдельной группой. Его может дать только организованная деятельность всей социал-демократии. Мы думаем, что в настоящее время самая насущная задача состоит в том, чтобы взяться за решение этих вопросов. И что для этого мы должны поставить своей ближайшей целью организацию правильно выходящего и тесно связанного со всеми местными группами органа партии. То есть на тот период Владимир Ильич считал, что необходимо, чтобы раз переходить к практическим вопросам, необходимо создать организованное рабочее движение. Для этого нужен орган партийный, то есть партийная газета, которая бы объединяла, выражала научное понимание социализма и объединяла трудящихся пролетариат на борьбу за свои интересы. Далее он говорит, что экономическая борьба, не объединяемая центральным органом, не может сделаться классовой борьбой всего русского пролетариата. Введение политической борьбы невозможно без того, чтобы вся партия высказывалась по всем вопросам политики и направляла отдельное проявление борьбы. Организация революционных сил, дисциплинирование их и развитие революционной техники невозможны без обсуждения всех этих вопросов в центральном органе, без коллективной выработки известных форм и правил ведения дела, без установления через посредство центрального органа ответственности каждого члена партии перед всей партией. Вот так ставится вопрос организации революционных сил Владимира Ильича Ленина в этой статье. Ну и в завершение этой статьи он говорит, что в заговоры мы не верим, от единичных революционных предприятий разрушить правительство мы отказываемся. Практическим лозунгом нашей работы служат слова ветерана германской социал-демократии Вильгельма Ликнихта «штудиран, пропагандиран, организиран». Он здесь на немецком языке приводит эти слова и переводит, что учиться, пропагандировать и организовывать. Вот такой мыслью он заканчивает вторую статью, что никаких заговоров, а организовывать, пропагандировать и учиться. Вот что касается второй статьи, предлагаемой Лениным для рабочей газеты. И третью статью он назвал на сущный вопрос. В этой статье он в основном возвращается к тому, к той мысли, которую изложил в предыдущей, что без центрального органа, без газеты, которая будет пропагандировать научное понимание марксизма и будет организовывать рабочее движение, практически сделать нельзя. Но здесь он дает советы, как организовать издание и распространение этой газеты. Ну, фактически, в настоящее время, те газеты, которые создаются коммунистическим движением, они, в общем-то, ленинские рекомендации учли. И, в общем-то, и издание, и распространение соответствует мыслям Владимира Ильича. Но некоторые мысли, все-таки, из этой статьи я хочу довести до вас, товарищи слушатели. И первой фразой, которую он ставит в этой статье, которую он назвал, в третьей статье, которую мы рассматриваем, и которая названа «Насущный вопрос», он говорит, мы сказали в предыдущей статье, что нашей насущной задачей является организация правильно выходящего и доставляемого органа партии. И поставили вопрос, возможно ли и при каких условиях возможно достигнуть этой цели. И еще такая мысль. Улучшение революционной организации и дисциплины, усовершенствование конспиративной техники необходимо настоятельно. Надо открыто признать, что в этом отношении мы отстали от старых русских революционных партий и должны приложить все усилия, чтобы догнать и перегнать их. Без улучшения организации невозможен никакой прогресс нашего рабочего движения вообще. Невозможно в частности и образование активной партии с правильно действующим органом. Это с одной стороны. А с другой стороны, теперешние органы партии, органы в смысле учреждений и групп, и в смысле газет, то есть органы как отдельные какие-то группы, организации, также и органы газет, должны обратить больше внимания на вопросы организации и влиять в этом направлении. То есть уделять больше внимания организации. И далее. Мы убеждены, что мы сломим в конце концов это полицейское государство, потому что за демократию и социализм стоят все здоровые и развивающиеся слои всего народа. Но чтобы вести систематическую борьбу против правительства, мы должны довести революционную организацию, дисциплину и конспиративную технику до высшей степени совершенства. Необходимо, чтобы отдельные члены партии или отдельные группы членов специализировались на отдельных сторонах партийной работы. То есть мысль Ленина здесь заключается в том, что все здоровые и развивающиеся силы должны вести систематическую работу. И необходимо для того, чтобы все, чтобы работали, ну и необходима специализация отдельных членов в каким-то направлении. Потому что все каждый охватить не может. И эта мысль совершенно справедливо, видимо, и для настоящего времени. И далее он говорит, что такая специализация требует, мы знаем это, гораздо большей выдержки, гораздо больше умения сосредоточиться на скромной, невидной, черной работе, гораздо больше истинного героизма, чем обыкновенная кружковая работа. Далее опять же идут рекомендации по организации центрального органа, то есть организации прессы, по ее изданию и распространению. Но на этом останавливаться особо не будем. Кого заинтересовали эти статьи, внимательно сами прочитайте. Здесь, конечно, есть мысли. Я хочу только заключение из этой вот третьей статьи, которая названа на сущный вопрос, довести до вас. Здесь говорит Владимир Ильич, только общий орган партии, последовательно проводящий принципы политической борьбы и высоко держащий знамя демократизма, будет в состоянии привлечь на свою сторону все боевые демократические элементы и использовать все прогрессивные силы России в борьбе за политическую свободу. Только тогда глухую ненависть рабочих к полиции и к властям удастся превратить в сознательную ненависть к самодержавному правительству и в решимость вести отчаянную борьбу за права рабочего класса и всего русского народа. А построенная на такой почве и строго организованная революционная партия будет представлять из себя в современной России крупнейшую политическую силу. Вот на этом я хочу остановиться. Пожалуйста, какие есть вопросы или мнения по тому, что мы услышали от Владимира Ильича? Скорее мнение, все три статьи проявлены одной идеей, что экономическая борьба это очень важно, но не надо с нами. Да, что нужно вести и экономическую, и политическую борьбу. Но начать организованный рабочий класс может только с экономической борьбы. Потому что внесение вот этого социалистического сознания, научного подхода, научного понимания и к тому, что экономическая борьба приведет только к временным улучшениям, а политическая борьба должна привести к тому, что рабочий класс установит свою диктатуру и будет ввести, установит такую власть в стране, которая отвечает его коренным интересам. Вот так я понимаю эти предложения Владимира Ильича. Там написано, это буквально, и понять, это трактовать как-то сложно, но тем не менее, с чего уже он начинает, что тогдашние левые и сегодняшние левые, тогда социал-демократы, сейчас коммунисты, социалисты, они как раз в первый урок, что экономическая борьба нужна, они запомнили, они ее отбрасывают, занимаются сразу политической борьбой. Нет, почему, почему? Ну, потому что, у нас есть такие, да, у нас много сейчас различных левых, как говорится, течений, да. Есть такие. Сколько у нас коммунистические партии, которые действительно первым делом в повестку своей программы улучшение экономическое обложение именно рабочих, где кто не увеличит пенсии пенсионерам, увеличит маткапитал, а именно по улучшению условий труда рабочих, именно экономические требования именно рабочих. Ну, конечно, да. Таких партий, там, не знаю, движение можно пересчитать на пальцах одной руки, и то будет слишком много этих пальцев. То есть, почему-то первую часть все забывают, и все сразу стремятся к политической борьбе, а во второй статье, я еще раз обращаю внимание на то, что, извините, товарищи, политическая борьба растет из экономической. То есть, мы сначала организуем экономические интересы отдельных рабочих. Да, поскольку сопротивление власти вызывает необходимость введения и политической борьбы. Да, опять же, чем закончилась вторая статья о лозунгах, что мы сначала должны их организовать все время, и только потом, как раз, имеется один единый орган, который всю эту экономическую борьбу соединяет вместе и выдвигает единые требования. Ну да. И только из этих экономических единых требований, из организации рабочего класса и партии только из этого выходит политическая борьба, и, соответственно, партии могут выдвигать политические требования и что-то там менять. А у нас почему-то все, почти все товарищи запомнили один единственный отец, что экономическая борьба не нужна, а надо будет сразу политическая. И, пускай самое главное, они к чему, естественно, не приведут в своих мыслях. Да, есть такой уклон, но сейчас более опасный уклон тот, который считает, что революцию не надо, никакой борьбы не надо. Вот если мы поучаствуем в парламентах и будем вносить какие-нибудь там толковые предложения, то в результате реформ мы можем перейти к социализму. То есть это опять возврат к утопическому, ненаучному пониманию не только марксизма, но и вообще в целом классовой борьбы. Вот. А есть тоже опасность. В этом тоже опасность. А в этих опасностях и других работах. Да, конечно, да. Раскрывает. Да, здесь мы, да. А нас это именно, что экономические интересы класса должны, собственно, интересовать их. Ну, здесь он говорит не только об экономическом, он вообще говорит о научном подходе и о том, что нужно правильно, грамотно понимать то, что изложил Маркс, что он изложил только краеугольные камни, научное понимание. А практическая борьба, она должна как бы развивать те положения, которые были изложены в марксизме. Развивать и на базе борьбы как экономической, так и политической будет происходить развитие классов борьбы и в результате она должна прийти к тому, чтобы прийти через классовую борьбу к социализму. Вот суть, видимо, я так понимаю, суть этих всех трех работ, которые он предлагал для рабочей газеты. Все верно. Уже первую статью и начинают как раз с того, что товарищи, так сказать, пытаются... Сказать, что Маркс устарел. Маркс устарел, да. Это действительно краеугольный камень, который закладывает именно экономическую теорию. Ну да. И мы хотим развивать марксизм, если, естественно, то это говорит о развитии, то теория, это опять же к работе Энгельса и Антиюрин, да, у нас возвращает, что теория подтверждается практикой, меньше всего. И вот если вы эту теорию, краеугольный камень, сможете впихнуть в практику, вы как раз и разольете тем самым марксизм. Все правильно. А потом тоже тот рейт сидит. Да, в этом надо всего лишь взять экономический интерес рабочего класса, организовать его, свести в единые требования всего класса всей страны и, чтобы это переросло, политические требования. Все просто. Конечно. Кажется просто, но на самом деле это очень тяжелая задача, очень тяжелая работа для того, чтобы превратить рабочий класс из класса в себе в класс для себя, как сказал опять же классик. То есть он должен осознать свои коренные интересы и понять, что без борьбы, да, без борьбы ничего он не добьется. Для этого нужно обучение, пропаганда. Мы собрались, получились, пошли, пропагандировали. Когда пропаганда прошла, соответственно, можно будет что-то организовать. А пока люди не учились, не поняли, что без экономической составляющей политической борьбы не бывает, и точнее она может быть формально, но никаким результатом она не приведет. Пока они это не поймут, что надо учиться именно этому. Да, учиться, пропагандировать, организовать. Потом научиться рассказать, довести эту мысль простейшую для остальных людей. После чего самим историко организовать, и все, и пошел. Вот это должны именно делать коммунисты. Для этого и существует коммунистическая партия, чтобы вносить научное понимание в рабочий класс. Из марксистского окружка ИСКа спросили, кто же такие коммунисты у нас, но они что-то молчат, что в чате, в телеграме, что в ютубе, дискорд я не успел развернуть, а вы будете, извиняйте. Кто такие коммунисты? Да, кто такие коммунисты? Их очень волнует вопрос. Кто такой коммунист? Это, наверное, закончим, потому что другие вопросы все равно никто. А, кто такие коммунисты? Ваше давление. Ну, во-первых, давайте вот так, как есть научное. Что такое? Ну, начнем с того, что коммунисты, они, как правило, объединены партией коммунистической. Так ведь? То есть, это те, кто... Коммунисты, наверное, еще член коммунистической партии. Да, да, хотя бы именно потому, что у партии выработано научное понимание. Научное понимание, как прийти к социализму. Поэтому те, кто разделяет вот это понимание, то есть, которое выработано в коммунистической партии, это и есть коммунисты. Ну, а если как бы издалека подойти к историческим, помните, что партия это часть. Это от латинского слова партия О, это часть. Значит, политическая партия это часть какого-то класса или группы нашего общества. А коммунистическая партия может, соответствовать своему названию, только в том случае, если это часть рабочего класса. Причем, часть наиболее сознательная, наиболее образованная, обладающая научным пониманием развития общества. То есть, часть класса, который есть впереди авангарда. Да, да, да. Часть наиболее сознательная, наиболее организованная часть рабочего класса. Вот только такая партия может называться коммунистической. И те, кто стоят на этих позициях и состоят в этой партии, имеют право называться коммунистами. Вот я к чему, хотел бы ответить на этот вопрос, который там задали, кто такие коммунисты. Вот так. Пойдет такой ответ? Ответ хороший, замечательный. Они там уже возражали, что коммунист может быть и вне партии. Как это? И спортивный. Как это? А что толку от такого? А что толку от такого? Он хороший. Нет, а что? В себе, да? Он сам для себя. Он хороший в себе, да. На кухне может даже что-нибудь сказать. Планистилая. Собой рабочий класс. Да, да. Понятно. Так, еще вопросов больше нет? Не заканчиваем.